МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Спортцентр ТВ» и я ее ведущий Сергей Волков. Знакомьтесь, герой нашей сегодняшней программы. Сергей Сухарев, первый из самарских спортсменов, завоевавший путевку на Паралимпиаду 2016 в Бразилию. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте! Сергей Сухарев, мастер спорта международного класса по плаванию среди спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата. Родился 22 августа 1991 года в Тольятти. Воспитанник комплексный из дюшора «Олимп». Сегодня представляет Самарский центр олимпийской подготовки. Чемпион мира в Глазгу на дистанции 50 метров вольным стилем. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира на дистанции 100 метров вольным стилем и в эстафете 4 по 50 метров. Первым из самарских спортсменов получил олимпийскую лицензию для участия в Паралимпийских играх 2016 года в Бразилии. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в Эндховене на дистанции 50 метров и в эстафете. Трехкратный победитель всемирных игр Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов в Сочи на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 200 метров в комплексном плавании. Многократный чемпион и рекордсмен России на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Обладатель Кубка России. Победитель открытого чемпионата Франции среди инвалидов. Тренируется под руководством мамы, заслуженного тренер России, Галины Сухаревой. Мы находимся в плавательном бассейне «Олимп» автозаводского района Тольятти. Приехали сюда в 8 утра и здесь буквально кипела, кипела вода. Плавательный бассейн начинает работать в 6 утра. Здесь первыми занимаются работники Лоско-автомобильного завода. А в 8 часов приходят новички, мастера и те, кто готовятся к Олимпийским играм в Бразилии. Сейчас немножко все утихло. Пришли уже те, кто плавает в платных группах. Ну и, естественно, после тренировки наш герой готов уже ответить на наши вопросы. Сереж, я обратил внимание, что тебя уважают. Ты плавал по первой дорожке, в общем-то, один. Ну, конечно же, заслужим у мастера спора, должны давать отдельную дорожку. Тем более же я и боли. Ну, я тебе хочу сказать, что в истории Самарского паралимпийского движения, да и в Олимпийского движения, не было еще тех ребят, кто получал путевку на паралимпиаду. Ну, ты первый. Поэтому, естественно, и уважение к тебе такое. А вот где ты научился плавать? Расскажи. Ну, сначала я... Мне было 5 лет. Я ходил на прыжки в воду. А вот, кстати, вот здесь вот трамплины, да? Да, я туда ходил. Потом где-то около одного года походил. Мама мне сказала то, что мне не подходит это. И они с папой решили подвезти меня в бассейн, ну, плавательный бассейн. Ну, учился ты здесь плавать, да? Я так понимаю. А кто был твоим первым тренером? Сафонова Людмила Михайловна. Ну, как раз она тебе и плавать, наверное, учила, да? Да, да. А сейчас ты тренируешься у кого? У Сухрёй Галины Ярославовны. У мамы? Да, у мамы. Как это получается? Нормально? Нормально? Да, да. Ну, раз ты добился уже таких успехов, уже больших. Скажи, пожалуйста, а где ты завоевал вот эту вот олимпийскую путевку? Из страны Шотландии, город Глазго, там проплыл 50 миров кролем. Проплыл первый и завоевал путевку на Паралимпийские игры. Обрадовался? Да. Откровенно говоря, не совсем такой удобный вопрос, но все-таки что случилось с Сергеем? Сергей занимался плаванием и проходили соревнования в этом плавательном бассейне Олимпийский чемпионат города Тольятти. Сергей показал свой лучший результат, проплыл очень хорошо и был приглашен на учебно-тренировочный сбор в Самару. Ну и по дороге случилась авария, где Сергей один пострадал, когда сидел в машине. Был доставлен в больницу имени Калинина, где ему была проведена операция. И началось лечение, а затем долгие годы восстановления. Долгое время восстанавливался, конечно, после этой аварии. Была получена травма тяжелая, черепно-мозговая, открытая травма. И врачи ни на что не надеялись, конечно, говорили, основная задача выжить. И говорят, плавание это все, забудьте про это. Отплавал он свое, он будет совсем другим. Ничего не оставалось делать, когда здорового ребенка отправили. Казалось бы, вот он успех, вот его результат. Вот, и в ответ вот такое случилось. А вы по образованию тренер? Да, я заканчивала Куйбышевский пединститут. Затем, после окончания института, я работала здесь в бассейне по распределению. А почему именно плавание решили отдать? Все бредят футболом, хоккеем. Особенно для Автограда хоккей вообще номер один. Мне очень нравится плавание, во-первых. Ну, я сама занималась легкой атлетикой. Ну, тем более. Вот. Плавание, ну, когда-то было многоборье ГТО, которое сейчас восстанавливается. И в многоборье ГТО входило плавание. Мне почему-то больше нравилось плавание. По гороскопу я рак, не знаю, вода мне очень нравится. Ну, и как шел процесс адаптации у Сергея? Ну, сначала первый год. Мы попытались, чтобы он узнавал родных, близких. Он никого не узнавал. Показывали фотографии, включали любимую музыку его. То есть, то, что сейчас мы видим, это просто гигантская разница, да? Конечно, да. Даже из больницы он был выписан. Мы его привезли на руках, занесли в комнату, когда завотделением сказал везите его домой. Родные стены должны помочь. Родная среда, заносите его в бассейн, в воду, как где когда-то он плавал. Вот. Может, может, мозг и сработает. Ну, и получилось так, что еще прошло, значит, все лето он пролежал 3 месяца в больнице. Потом, через 3 месяца он только начал узнавать. Ну, конечно, он не просто лежал дома. Это курсы массажа. Можно сказать, там, ясновидящие были. Были привлечены все силы, какие только возможно. По совету друзей питания, восстановления. А потом решили его все-таки в воду окунуть, да? Да, да, да. Занесли его в малую воду. Вместе с папой мы положили воду и начали все заново. С чего начинают учиться плавать? Это выдох воду. Элементарные там стрелочки, лежание на воде. С тех пор сколько прошло уже? Это был 2005 год. 11 лет назад? Да, уже 11 лет. В первые 3 года мы учились плавать заново. Так как у Сергея нарушение, были нарушения с дыханием. Часто он глотал воду, поперхивался. Плавать с дыханием было немножко трудно ему. Ну, потом со временем, со временем. Попробовали поехать на первые соревнования. Это через 4-5 лет, 2010 год. Ну, первые соревнования были неудачные. Когда Сергей прыгнул, нахлебался воды. Потом приехали домой и продолжали тренироваться. Вот ты скажи, недавно был чемпионат страны. Ты там выиграл и 50 метров, и 100 метров. Установил попутные рекорды страны. И вот прям тренировался здесь, в Олимпе, в этой воде. Да. Оказалось, быстрая вода такая, да? Ну, да. Как ты думаешь, кто будут твои главные соперники там, в Бразилии? Ну, по крайней мере, из каких стран? Ты знаешь их? Знаю. Из Украины. Ну, американцы, наверное, да? Из Европы, наверное, немцы, французы, наверное, будут бороться за медаль. Ну, ты готов бороться за медаль? Да. Какая тебя медаль устроит больше всего? Ну, конечно же, золото. А вот скажи, в Куйбышеве, в плавательном центре, в начале, 20 лет назад, плавал такой Александр Попов. Ты знаешь такой, да? Известный спринтер. Ты приближаешься к результатам Александра Попова? Да. Потихонечку, да? Да. Ну, ты знаешь, что он олимпийский чемпион. Да. Вот ты видишь, как хорошо. Четырехкратный олимпийский чемпион. Правильно, правильно, Сереж. Четырехкратный олимпийский чемпион. И вот он как раз завоевал олимпийские награды, как раз обучаясь вот нашим Куйбышевым тогда еще в Самарском плавательном центре. Сам ты готов? Готов. Сколько раз ты тренируешься в день? И вообще, твой распорядок дня какой вот, Сереж? Во сколько ты встаешь? Я встаю где-то половину шестого. Вот так. Пока завтракаю, пока все дела, сумку собираю, гигиена, потом одеваюсь, выхожу по подовой сюда, в бассейн. Ко скольке? Ко скольке? У вас тренировки начинаются во сколько? Пол восьмого. Пол восьмого? Так рано? Или восемь часов. А потом? Потренировался. А потом я выхожу из воды, никакой уставший. Потом папа уже ждет меня на машине и отвозит меня домой. Я там кушаю и отдыхаю. И у тебя вторая тренировка есть, да? Да. А во сколько? В полчетвертого. В три полчетвертого. И сколько по времени ты тренируешься? С трех до шести. Вот так-то вот. Довольно много. Это сколько в день ты проплываешь километров? Можно посчитать? Ну, километров семь, восемь. Ну, это большой объем, да? Да. Есть бутерфля, есть кроль, там, свободный стиль и так далее. А вот твой любимый вид плавания какой? Кроль. Кроль. Ну, я быстро выдыхаюсь. Если тренер дает, ну, быстро плыть. Нагрузку, нагрузку, да? Такую? Спринтерскую? Да. То я быстро выдыхаюсь. А комплексные плавания? Ну, если по 25 метров в большом бассейне, то ничего. Я нормально проплываю, а вот когда 50 метров, после... Я три раза проплыл и четвертый раз плыву, ну, я не могу. Тяжеловато, да? Да. Тяжеловато. И когда пришли первые успехи, Сергей, вы обрадовались? Ну, где-то, да, и потом через год, через два Сергей все-таки... Мы тренировались уже, проплыл дистанцию 50 метров, выполнил норматив мастера спорта, так как Сергей соревнуется в классе С-7, для каждого класса есть свои нормативы, и он в своем классе выполнил норматив. Ну, и дальше пошло, да, уже? И потом старший тренер его приметил, так как он говорит, старший тренер сборной России по плаванию Назаренко Юрий Алексеевич. Он вообще относится так, как Сергей занимался плаванием травма, вот, к таким спортсменам он как-то, то есть навыки заложены были, и потом восстановление все-таки заложено это с детства. И он как-то отнесся к этому по-особому, да, и взял Сергея, это был чемпионат Европы, на международную классификацию в Германии, в Берлине. Но Сергею там класс подняли, восьмой класс дали, вот, в восьмом классе там нормативы пожестче, он был десятым в Берлине. Но так как в этом классе были ребята, которые сильнее плывут, нам приходилось больше работать, и через два года мы поехали на пересмотр класса во Францию. Сергею снова понизили класс, дали седьмой класс. Но я считаю, что он соответствует этому классу и соревнуется в равных условиях именно с этими спортсменами. А когда вы поняли, что он уже может претендовать на большее, уже задумались, как бы, о более глобальных успехах? Ну вот, его проклассифицировали во Франции. Это было в каком году? Это было, наверное, три или четыре года назад, сейчас вот, одиннадцатый, двенадцатый год. Он выступил, потом через год снова во Франции, в открытом чемпионате Франции взял золотую медаль, в абсолютном зачете среди всех спортсменов, на дистанции 50 метров. Помимо этого он выигрывал чемпионаты Кубок России. И тренер его берет на чемпионат мира в Монреаль, где индивидуально он 50 и 100 метров был где-то четвертый, пятый, в призы не вошел. Но старший тренер ставит его в эстафету, и Сергей завоевывает бронзовую медаль вместе с ребятами, с которыми он плыл в Монреале. То есть это был первый его успех. То есть это было три года назад, собственно, с этого и пошло, да? Да, да. И вот за короткий промежуток времени, за три года, он совершил гигантский просто скачок, да? То есть с призового места в эстафетном плавании он дошел уже до рекордсмена страны и до чемпиона мира. Да. Да? Получается, что... Ну, честно говоря, на чемпионате мира я не надеялась. Я надеялась хоть зацепиться за медаль, взять хотя бы третье место. Первый день он стартует 100 метров, вольный стиль, завоевывает бронзовую медаль. Для меня это было удивительно, я думаю, так, программа минимум выполнена. Это было в Глазка? Это было в Глазка. В Глазка, в декабре? В середине, в понедельник он взял серебро, в среду он плывет 200 комплекс, не попадает в финал. И последний день соревнований, его основная дистанция, 19 июля, это мой день рождения. Я думаю, так, Сергей, ладно, там... Ну, думаю, третье место есть уже, вот, ну, посмотрим все-таки основная дистанция, как он проплывет. Он финиширует, я смотрю на табло, первое место у него стоит, самое лучшее время. Классный подарок был, да? Да, подарок был хороший. Вот, Сергей вышел, то есть золото завоевал. И в этот день, день был какой-то счастливый для сборной. Золотая медаль за золотой, девочка плывет за нами, седьмой класс, тоже завоевывает золотую медаль. Потом еще в другом заплыве. И мы вышли на первое место, впервые сборная команды России по плаванию вышла на первое место. И вот там же Сергей получил вот олимпийскую лицензию для участия в паралимпийских играх, да? То есть на чемпионате мира, кто завоевал первые и вторые места, это были лицензии для паралимпийских игр. А вот еще какой-то отбор будет к Бразилии? Или вам уже сказали, что 100% можно заказывать билеты? Ну, старший тренер говорит, буду еще смотреть, кто как плывет. Но после чемпионата мира Сергей плыл в Сочи. Были всемирные игры ампутантов и колясочников «Айвос», они называются, где принимают участие спортсмены с инвалидностью. И Сергей там завоевал три золотые медали на дистанции 50 метров, 100 метров вольный стиль и 200 комплекс. Потом был Кубок России у нас в Дзержинске, где Сергей там уже в абсолютном зачете выиграл 50 метров и 100 метров вольный стиль. И неделю назад мы приехали с города Рузы, где проходил чемпионат России на короткой воде. И Сергей на 50 метров первое место и на 100 метров первое место. И при том, что он установил рекорды России на малой воде. Ну, это еще больше укрепил веру в него, да, у тренерского штаба сборной паралимпийской, что этот парень-то уж точно готов к Бразилии. Да, сейчас пока программа «Минимум» у нас рассматривается еще на чемпионат Европы. Поездка будет в соревнования в начале мая, уже утвержден состав команды. Это будет остров Мадейра, Португалия, город Фуншал. 29 апреля команда вылетает туда, в этот город. Сергей будет участвовать на четырех дистанциях, я его заявила, еще 100 метров на спине, помимо основных его дистанций. А вы с ним постоянно, да, в поездках ездите? В поездках, да, я с ним постоянно. То есть по правилам паралимпийских, паралимпийских должен быть сопровождающий обязательно? Нет, не обязательно. Не обязательно? Просто я, да, я с ним езжу, потому что все-таки я считаю, что с ним кто-то должен быть рядом и поддерживать. И где-то, бывает, он забывает, надо ему напоминать. А вот ты скажи, а кто у тебя компанию составляет из паралимпийцев? Из Тольятти, я не знаю, может быть, из Самары сюда приезжают к вам на тренировки? Нет. Ты один здесь, да? Да. Плаваешь. У нас в России, вот, кто твои основные соперники? Откуда они, ребята? Один мой соперник, ну, я так думаю, и это Андрей Гладков. Я помню, мы с ним соревновались, а потом я летом сходил, ну, походил в тренажерный зал. И все, я там силу, мышечную массу подкачал, ну, и все, наверное. А вот скажи, насколько вот удобно тебе переезжать вот на соревнования? Проблем нет никаких с этим? Ой, нет. Как часто ты ездишь на соревнования? Вестой один раз. Если я попадаю куда-то, либо на чемпионат Европы, или на чемпионат мира, то я еду с командой. Ну, в основном ты ездишь со сборной, да? Да. А тяжело было попасть в сборную? Конкуренция была очень высокая. Ну, да. Ты вот своего ближайшего соперника из российских спортсменов вот на сколько опережаешь? Примерно вот на корпус, там, на секунду? Сколько у них выигрываешь? Вот сейчас вот в РУЗе вот были соревнования, да? Угу. Где ты установил рекорд? А второй в России. Ну, я соперника обогнал на одну секунду или на 80 сотых секунд. Ну, это примерно сколько вот так вот? Это вот на метр примерно, да, получается? Да. Больше даже, да? Да. Больше. Ну, это солидное преимущество, считаете, да? Да. Ты уже знаешь, уже программу соревнований, там, паралимпиады, там, когда примерно ты будешь плыть, где это будет происходить? Ну, нет, пока что. А план у тебя расписан в подготовке уже на каждый день уже, да, до сентября? Ну, мы с моей мамой, с Галиной Ярославной, она мне дает упражнения такие, ну, чтобы я побыстрее начал плыть на тренировках. А сколько ты должен, вот как ты считаешь, сбросить со своего сейчас лучшего результата, чтобы вот претендовать на медаль? Ну, допустим, возьмем, там, 50 метров, там. Наверное, 3 сотых секунды или 5 сотых. Вот так. То есть сейчас борьба идет грамм-бухгалль за сотые секунды уже, да? За сотые секунды. Вот твое самое какое-то вот любимое упражнение во время тренировок, что тебе очень нравится, а что не очень? Мне нравится на спине плавать ноги дельфинам, а нелюбимое – это когда ускорение плавать там. То есть вот такая спринтерская работа, да? Да. Она немножко тяжеловата, да? За кого вообще болеешь? Кто из спортсменов тебе нравится? Майкл Фелпс. Это звезда. Это звезда. А скажи, а вот в этом бассейне выросло много известных спортсменов, членов сборной команды страны. Например, вот Настя Гуженкова, да? Она плавает здесь вместе с тобой. Она тоже сейчас претендует, ну, не в Бразилии, но, по крайней мере, на следующую Олимпиаду 2020 в Японию. Приятно, что у вас вот здесь вот такая кузница, кузница таких вот спортсменов, которые с большим будущим, очень перспективные ребята. Интересно плавать такой компанией? Ну, да. А вообще, честно говоря, вот это очень накладно, и для, в общем-то, спортсмена, и для вас вообще-то, откуда источники финансирования? Вот география уж очень такая большая, так сказать, по всему миру катаются паралимпийцы. Ну, получается так, что Министерство спорта нас, Самарской области, нас поддерживало постоянно. Когда я говорила, что ему нужна классификация, нам говорили, да, надо, езжайте. Я говорю, ему нужен международный старт, допустим, перед каким-то главным стартом. Тоже нас финансировали. Вот. И последний год, 2015-й, меня включили в список тренеров сборной России, и с Сергеем мы уже выезжаем за счет Москвы, центра спортивной подготовки. Как часто здесь дома тренируетесь? Все время вот поездки, соревнования там, сборы какие-то? Или сборы для вас это вот как раз именно в Тольятти? Это самое главное? Осень, зима, мы здесь дома в основном. Вот. А уже когда идет подготовка к каким-то стартам, вот сейчас у нас будут соревнования в Раменском, чемпионат России на длинной воде. И нам объявили в Рузе, что мы остаемся там на сбор. И со сбора уже улетаем в Португалию. Вот. После возвращения в май мы дома, середина мая. И в начале июня уже начинается череда сборов. Это на все лето для подготовки к Поролимпийским играм. Объективно говоря, вот на что может рассчитывать Сергей в Бразилии? И действительно, у него насколько жесткая конкуренция в его вот подвиде, в группе? Конкуренция у него очень жесткая. Если взять результаты мирового рейтинга того года и посмотреть на дистанции 50 метров вольный стиль, основная дистанция Сергея, разница соперников, то есть их разделяют сотые доли секунды. Две, три сотых. Вот. Сергей стал чемпионом мира, у него лучший результат в мире по тому году. И лучший рейтинг, я так понимаю, да? Он, да, он первое место в мировом рейтинге занимает по тому году. Вот. Но соперники, вот они рядом. Они, вот все его восемь соперников имеют 28 результатов. То есть, условно говоря, в пределах там одной-двух секунды? Даже меньше? Это сотые доли секунды. Да, их разделяют десятые в пределах пятидесятых, все восемь. Это касание, их разделяют на финиши, это может быть все что угодно. Поэтому я не могу загадывать сейчас на Паралимпийские игры. Это может быть все что угодно. Вот. Это должен быть отработан старт. Сергей немножко на старте, еще не совсем быстро вот это реагирует, отталкивается все это. Вот. Будем еще над этим работать, продолжать. Вот. Над финишем. Тоже вот сейчас плыл в Рузе. Касание. Должно быть отработано касание. Не делать вот этого лишнего маленького грибка. То есть, это все играет роль. Вот сделает этот грибок, все, не будет. То есть, вот будем стараться еще работать и работать. Я думаю, что это не последняя будет Паралимпиада в его жизни. Насколько вы рассчитываете вот так вот? Следующий олимпийский цикл-то еще потянет он, нет? Ну, будем стараться, конечно. По состоянию здоровья. Ну, по состоянию здоровья вроде все нормально. От него самого зависит еще. Он с удовольствием занимается в тренажерном зале. Любая силовая подготовка, все, что мы делаем, это он с удовольствием. На воде, вот его больше, он склонен именно к коротким дистанциям. Вот эти разгоны, повороты короткие. Вот, длительное плавание, монотонное плавание. Например, если ему дать работу, сейчас ты плывешь там 800 метров так, а сейчас там 1400 плывешь так. Это не для него. Я стараюсь разнообразить тренировки, потому что еще все равно, как травма головы была, вот эта монотонность ему не подходит для него. А вот он один сейчас плавает, а кто-то просится еще из инвалидов, так сказать, в компанию. Вообще его пример насколько заразителен для других инвалидов? Ну, вот когда Сергей начинал еще только на соревнованиях выступать, я просила наше телевидение ВАЗовское, чтобы Сергея показали в целях рекламы, что есть такой вот инвалидный спорт, чтобы ребята приходили заниматься. Вот, помимо Сергея, конечно, у меня вечерние группы приходят дети, около 40 человек, дети-инвалиды, имеющие нарушение зрения, интеллекта, слуха, опорно-двигательного аппарата. Я их набирала и в центре реабилитации, по поликлиникам давала врачам приглашения, чтобы ребята приходили. Ну, они между собой тоже передавали информацию, и сейчас вот занимаются группой детей. Начинаем мы с малой воды, родители с детьми, потом родители оставляют ребенка, дети начинают плыть уже без родителей. Я их перевожу на большую воду. Эта у меня группа идет, допустим, на 6 часов, где дети еще не совсем такие спортивные, еще продолжают учиться плавать, и небольшую работу, небольшое ускорение начинают делать. И потом следующая группа на 7 часов, до 9 часов мы плаваем. Это те ребята, которые готовятся к поступлению на соревнованиях. Ну, вот в последнее время российский спорт раздирают допинговые скандалы. Скажите, вот я никогда не слышал о допинге среди паралимпийцев, что, казалось бы, вполне естественно, чтобы стимулировать как-то организм. Или допинг для инвалидного спорта это совершенно противопоказано? Ну, вот с нами ведется постоянная работа. Список запрещенных препаратов это у нас есть, у всех в любой момент мы можем открыть. Есть доктор команды, который разъясняет, вот, все-таки по препаратам, что надо. Но, по крайней мере, не было таких шумных, длинких скандалов, да? Не было таких вот. Ну, еще тут другой момент. Ребятам-инвалидам многим нужно лечение. И на какой-то препарат, который необходим, оформляется терапевтическое использование. Вот. Но я не говорю, что это запрещенный препарат. Ну, вот у нас биатлонисты, например, да? Они все астматики. То есть, практически их можно всех переводить в паралимпийцы, да? Ну, так, наверное. Ну, да, да, они используют. Им разрешают употреблять такие, так сказать, медикаменты, которые нормальным людям-то, в общем-то, и не надо. Я имею в виду в этом плане, что, значит, есть какой-то список, которых можно паралимпийцам использовать, да? И за это они не принесут никакого наказания. Ну, такого нет. Все равно. Список один для всех. И паралимпийцы, например, вот Сергей два раза в год проходит курсы лечения. И мы оформили терапевтическое использование Сергеем на аспаркам, потому что это является мочегонным средством, и он стоит в списках запрещенных. То есть, мы оформили, и в течение двух лет Сергей, значит, вот этот вот листочек мы привозим с собой на любые соревнования, где ему разрешено это. Но Сергей это использует, допустим, этот курс лечения проходит два раза в год или раз в год сейчас, я реже. Сейчас после Олимпиады планирую курсы лечения пройти с ним, чтобы никакое вещество, потому что кто его знает, все-таки любая таблетка, что туда могут положить, да? Все равно боишься лишний раз. Список, ну, сколько листов он составлен, сколько там веществ много. Боишься лишний раз все равно, вот чтобы ничего там не получилось. У меня последний очень важный вопрос. Вы уверены в том, что Сергей сможет завоевать Пару Олимпийскую медаль? Не могу сказать. Не могу сказать. Во-первых, говорить заранее, я не люблю ничего такого. Будем стараться, надеяться, тренироваться. Лето впереди, ряд сборов, где мы будем тренироваться. Вот, будем делать все для того, чтобы показать результат. Будем стараться. А какие спортивные соревнования ты еще приходишь, болеет, например, там, я не знаю. Вот что, кроме спорта, кроме плавания, вот что еще? Компьютер? Ну, да. А еще? Ездил в деревню, там голуби. Мой папа занимается голубями. Ну, здорово. То есть ты уже можешь определить уже, по крайней мере, самку от самца, да? Да. Чем ты собираешься вообще, чем заниматься после того, как закончишь со спортом? Ну, я, наверное, буду ходить в тренажерный зал, плавать просто. У меня в руках книга. Ее автор Борис Полевой. И называется книга «Повесть о настоящем человеке». Вот в советские времена вот эту книгу изучали мы, советские школьники. Речь идет о герое Советского Союза, летчике известном, Алексее Морейсове. Вот этот летчик остался без двух ног и продолжал воевать, избивать там вражеские немецкие самолеты. Он стал кумиром для, знаешь, для людей нашего поколения. Этот человек, кстати, проходил курс лечения и привыкал к протезам, а он летал на протезах. Он остался без двух ног и летал на протезах. И он проходил курс лечения у нас в Самаре в годы войны. А потом сел в самолет и начал летать. Вот я очень хочу, чтобы эта книга, чтобы ты прочитал, во-первых, эту книгу, и она стала твоей путеводной звездой в подготовке к Паралимпийским играм в Бразилии. Обязательно ее прочитай, и пусть она помогает тебе в трудную минуту. В трудную минуту, как помогала Алексею Морейсову. Держи, это твое, это твое. Читай, и мы надеемся, она тебе поможет в подготовке к Паралимпийским играм. Будь таким же крепким мужиком, как Алексей Морейсов. Ну, а с вами, уважаемые друзья, мы прощаемся до следующей программы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова